Всем привет! Спасибо большое, что остаетесь со мной. Мне очень приятно, что вы продолжаете смотреть мой канал, что ваше количество растет и с каждым днем нас становится все больше и больше. Сегодня мне бы хотелось рассказать вам о моих новинках косметики по уходу за моим лицом. Это те позиции, которые оказались в моей каждодневной базовой косметичке совершенно случайно. О них я узнавала из разных источников. В тот момент, когда у меня появилась возможность, я их попробовала. И теперь я могу с полной уверенностью рассказать о них вам. Рассказать, потому что эти продукты действительно работают, они мне очень и очень нравятся. И я думаю, что в ближайшее время я еще буду ими очень активно пользоваться, пользоваться с удовольствием. И в том числе и они будут отвечать за то, чтобы я всегда выглядела свежо, ухоженно и молодо. Первая новинка, о которой бы мне очень хотелось рассказать, это вот такой вот оранжевый, очень позитивный крем для глаз от марки Клиник. Крем называется Pep Start. Он вот такой вот. Туба в объеме 15 мл. Это новинка от Клиник, новинка этой весны. Он появился в продаже совсем недавно. Как я уже сказала, данная туба 15 мл. Она такого очень-очень позитивного оранжевого цвета, просто мандаринка какая-то, что мне очень-очень нравится. Данный крем в виде вот такой вот тубы с колпачком и вот таким вот круглым носиком, который мы открываем и небольшим нажатием, собственно, вот здесь вот выдавливаем то количество крема, которое нам нужно. Переносим его на палец и распределяем похлопывающими, притамповывающими движениями на нашу зону вокруг глаз. Либо, опять же, можно наносить данный крем с помощью вот этого вот круглого аппликатора, также выполняя массажные действия. Честно говоря, я попробовала данный крем несколько раз нанести с помощью вот этого вот аппликатора и в результате пришла к выводу о том, что мне удобно подобную процедуру делать пальцами, поэтому я выдавливаю небольшое количество крема, снимаю его пальчиком вот с этого кругленького носика наконечника, распределяя между пальцами и, как я вам уже показывала в видео о моем уходе за зоной вокруг глаз, вот такими вот аккуратными притамповывающими движениями массажными наношу данный крем на мою зону вокруг глаз. Это крем увлажняющий, крем с витаминками, я его на данный момент использую как свой базовый дневной крем. Производители говорят, что этот крем помогает проснуться, помогает раскрыть ваши глаза. Каких-то невообразимых чудес, конечно, данный крем не творит, но как базовое дневное увлажнение на период весны и лета, это очень-очень приятная новинка, она достаточно доступная по стоимости, если я не ошибаюсь. То есть я покупала данный крем Duty Free и он там стоил около 20 евро. За тубы в 15 мл это вполне-вполне приемлемая сумма. Состав у крема очень-очень хороший и то, как он освежает зону вокруг моих глазок, то, как он ее немножечко подсвечивает, увлажняет и ухаживает за ней, мне очень-очень нравится. Поэтому еще раз вот этот вот крем от Clinique Prep Start я очень-очень рекомендую. Еще одно средство, о котором я слышала уже давно, но попробовала, к сожалению, только недавно, это вот такая вот масочка Pig Nose Clear от корейской марки Holika Holika. Это у нас Deep Cleansing Oil Balm, то есть это такой вот специальный бальзам, который находится внутри данной баночки. Данную баночку мы вот так вот с вами открываем, там находится вот такая вот белая субстанция, немножечко маслянистая, которую мы дочерпываем пальчиком и на чистое лицо наносим на те зоны, где у нас есть расширенные поры, где у нас есть загрязнения. Это, соответственно, Т-зона, это зона крыльев носа, это зона вот этой вот зоны щек и это зона подбородка. И аккуратненько, не надавливая ни в коем случае, очень мягкими массажными движениями мы распределяем данную масочку по этим зонам, аккуратно-аккуратно массируя. Она не содержит никаких абразивных частичек, в ее составе именно те вещества, которые растворяют кожное сало, которое закупоривает нашу пору и сужают поры и убирают черные точки. Данный крем можно нанести на несколько минут, можно подержать на вашей коже 5-7 минут для более глубокого эффекта. Я периодически, когда я принимаю ванну и в то время, пока я выдерживаю кондиционер на моих волосах, я, как правило, стараюсь нанести какую-либо маску на свое лицо. И вот периодически в последнее время я с удовольствием пользуюсь данным бальзамом от марки Холика Холика. И она мне очень-очень нравится. Опять же, пользуюсь не просто так, пользуюсь только в том случае, если я понимаю, что мои поры немножечко закупорились. То есть то кожное сало, которое моя кожа вырабатывает, оно начинает скапливаться в моих порах, мне уже становится немножечко некомфортно. И тогда я делаю либо глиняную масочку для очищения пор и их сужения, либо вот такую вот масочку Pig Nose Klee от марки Холика Холика. И еще одно мое любимое средство, о котором мне очень хотелось вам рассказать, это вот такие вот капсулы с гиалуроновой кислотой от немецкой марки Dr. Grandel. В данной упаковке 28 капсулок. Упаковочка открывается, сами капсулки выглядят вот так вот, они вот такие вот маленькие. То есть это монодозы, данной капсулки хватает аккуратно на одно применение, но во всяком случае мне на лицо хватает вот такой вот капсулки на один раз. Данные капсулы есть в двух форматах, они есть вот в такой вот большой упаковочке, где 28 капсул, и они есть в маленькой круглой баночке, в которой находятся 10 капсул. Для того, чтобы попробовать и понять, подходит ли вам данный продукт или нет, подходит ли вам данная капсула, вы, конечно же, можете купить сначала маленькую баночку, и если она вам понравится, уже в следующий раз купить большую. Что это за капсулы? Данные капсулы с гиалуроновой кислотой, это для меня в последнее время такое вот волшебное сосредство, такой супер увлажняющий бустер. В тот момент, когда я понимаю, что мне мою кожу надо восстановить и очень-очень активно, экстремально увлажнить, я прибегаю к помощи вот данных капсул от марки Dr. Grandel. В каких случаях у меня подобная потребность возникает? Первое. Подобные капсулы я все последнее время использую при каждом своем авиаперелете. Даже если мне предстоит небольшой перелет, короткий, в течение 2-3 часов, я все равно с утра обязательно в качестве своего основного увлажняющего средства наношу на лицо подобную капсулку, которая помогает моей коже в течение всего полета не сохнуть и оставаться увлажненной и напитанной. Также я прибегаю к подобным капсулам периодически в вечернее время в качестве вечернего моего ухода, направленного на экстремальное увлажнение моей кожи, либо на экстремальное ее восстановление, потому что данные капсулы с гиалуроновой кислотой помогают не только увлажнить вашу кожу, но и благополучно заживить маленькие какие-то ранки, следы от прыщечков, какие-то царапины, то есть любые покраснения данная капсулка, она поможет нейтрализовать за несколько применений. Данные капсулы, несмотря на то, что изначально кажется, что содержимое, что вот эта вот гиалуроновая кислота, она чуть-чуть маслянистая, ощущение это обманчивое, она очень мягкая, очень приятная данная капсулка при нанесении, она очень-очень быстро впитывается, она замечательно абсорбируется, не оставляет после себя никакого жирного блеска, она как раз дает на лице после впитывания такой очень приятный матовый финиш, и также она ни в коем случае не закупоривает поры, никаких проблем с активизацией различных высыпаний при использовании данных капсул у меня не было. Более того, я периодически использую данные капсулки как мой праймер, как базу перед нанесением макияжа, и она тоже очень-очень достойно работает. И еще одно средство, о котором бы мне хотелось вам рассказать, это вот такая вот сыворотка от марки Murad. Murad, я вам напомню, это американская марка, в данном случае это Sensitive Skin Soothing Serum из линейки Redness Therapy. Это линейка, направленная на борьбу с розацией, то есть покраснением кожи, с гиперчувствительностью кожи. Данная сыворотка в объеме 30 мл, баночка стеклянная, достаточно тяжелая, с вот таким вот дозатором, с помощью которого вы можете нанести ровно такое количество сыворотки, которое вам необходимо на вашу кожу. В последнее время, признаюсь честно, у меня появилось небольшое покраснение в моей вот этой вот зоне, в зоне крыльев носа, в зоне верхней губы и в зоне подбородка. Оно мне не очень нравится, я борюсь с этими покраснениями с помощью двух препаратов. Первое это Anti-Rouger Ford от Avena, это тот препарат, о котором я вам уже рассказывала, направленный на борьбу с розацией. И второй препарат, это вот эта вот замечательная сыворотка от марки Murat, которая направлена на то, чтобы мою кожу успокоить, на то, чтобы снять любые воспаления, покраснения, восстановить мою кожу, нейтрализовать вот эту вот гиперчувствительность моей кожи. Данную сыворотку я наношу, как правило, в дневное время под мой базовый дневной ход, то есть я протираю свою кожу тоником, потом наношу на вот эту вот зону данную сыворотку, и после этого уже через несколько минут, позволяя данной сыворотке полноценно впитаться, наношу на все мое лицо мой базовый увлажняющий крем с СПФ-защитой. Сыворотка очень приятная, она ни в коем случае не маслянистая, у нее очень легкая прозрачная беленькая текстура, очень приятный запах, и вы можете ее наносить как на все лицо, так и локально на те зоны, которые отличаются особой гиперчувствительностью. И последнее средство, о котором бы мне сегодня хотелось вам рассказать, это вот такое вот средство, также от Murad. Это средство называется Complete Reform with Glycoferming Complex. Это уже из линейки Age Reform, это одна из самых сильных линеек марки Murad. Данная сыворотка направлена на очень активное подтягивание вашей кожи. Помимо гликолевой кислоты, которая отвечает за мягкую эксфолиацию, в данной сыворотке содержится бета-кератин, то есть витамин А, который активизирует выработку эластина вашей кожи, и который работает на то, чтобы ваша кожа оставалась молодой и сияющей, на то, чтобы морщинки видимые сокращались, а те, которые собираются появиться, так и не появились. Данная баночка также в объеме 30 мл, но это уже не стекло, в отличие от сыворотки для чувствительной кожи, это уже пластик. Крышечка, также есть дозатор, позволяющий вам нанести ровно то количество сыворотки, которое необходимо. Данную сыворотку на коже молодой, на коже 25+, использовать можно и нужно не часто. Данная сыворотка очень сильная, поэтому ее можно использовать исключительно в качестве активизации каких-то механизмов, заложенных вашей кожей. Я ее использую периодически, не чаще одного раза в неделю, для того, чтобы простимулировать те механизмы, которые в моей коже все еще работают естественным путем. Я наношу данную сыворотку в ночное время на свое лицо, даю несколько минут ей впитаться, и потом поверх нее я все-таки стараюсь наносить мой базовый увлажняющий крем, не очень жирный, позволяющий коже оставаться увлажненной, даже несмотря на то, что данная сыворотка очень сильная и будет работать на коже активно-активно и активно. Еще раз повторюсь, подобную сыворотку я рекомендую использовать не чаще одного раза в неделю, потому что сыворотка очень сильная. Я ее периодически комбинирую со своей сывороткой с ретинолом от марки Медик 8. То есть у меня получается, что, допустим, в понедельник я наношу на кожу в ночное время сыворотку с ретинолом, я даю потом своей коже какое-то время отдохнуть и восстановиться на базовых, обычных, менее сильных препаратах, и потом в среду или в четверг я могу нанести на кожу вот эту вот сыворотку, и вместе обе данные сыворотки плюс мой базовый вечерний уход дают мне тот результат, которым я очень и очень довольна. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Если у вас возникают вопросы, пишите, пожалуйста, комментарии внизу. Если вам нравится, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, и спасибо большое, что остаетесь со мной. Пока-пока-пока!